Привет, друзья! Сегодня я хотел бы показать необычный подход к визуализации архитектуры, который позволит сделать из голой модели, экспортированной в Twinmotion из Archicad. Кстати, в вашем случае это может быть любой другой софт, например, Revit, 3ds Max или SketchUp. В общем, я покажу, как сделать из этого готовый рендер. И внимание, всего лишь за 5 минут. Причем в это время входит и создание окружения, и просчет растрового изображения, и постобработка. Скажете, невозможно? Да нет, на самом деле все довольно просто. Но для того, чтобы делать крутые проекты и презентации, которые будут продавать ваши проекты, нужно в совершенстве разбираться в рабочих инструментах. И лучшим выбором для нас сегодня в архитектурной визуализации является Twinmotion. Именно поэтому мы выпустили новый курс, пройдя который вы за пару недель научитесь создавать профессиональные визуализации, анимационные ролики и панорамы. В общем, все, что нужно профессиональному визуализатору. Вы сможете брать первые заказы уже на курсе. Ну а если вы являетесь профессиональным визуализатором, но раньше не использовали Twinmotion, то получите в свой арсенал новый мощный инструмент. А если вы архитектор или проектировщик, и ранее отдавали визуализации на аутсорсинг, то пройдя курс, вы сможете выполнять их самостоятельно, не затрачивая на это много времени и ресурсов. Сейчас курс доступен на очень выгодных условиях. Скидка на курс 50%, поддержка куратора на протяжении целого года, а также бесплатный доступ ко всем обновлениям. Кроме того, на курсе мы расскажем, как скачать и установить Twinmotion совершенно бесплатно и абсолютно легально пользоваться им без каких-либо ограничений. А также, как расширить функционал программы с помощью одной, наверное, из лучших библиотек шейдеров и сканированных 3D-моделей – библиотеки от Megascan. Ссылка на курс находится в описании под видео. Спешите записаться прямо сейчас, потому что мест на курсе всего 100. Что ж, прежде чем показывать тот самый оригинальный способ, о котором я говорил, давайте посмотрим на финальный результат и проанализируем, что бы мы делали, если бы работали классическим способом. Вот у нас есть болванка модели. Первое, что бы мы сделали, это назначили материалы на модель. Далее мы создали бы рельеф, скульптили бы горы, ну, может быть, вставляли горы откуда-то готовые из другого софта, расставляли бы деревья, использовали бы скаттеры, настраивали освещение, потом рендерили бы. То есть просчитывали финальное изображение, ну, минут 20, наверное, если оно разрешение такого же будет. Здесь у меня картинка по длинной стороне 2048. И еще делали бы постобработку. Ну, по самым скромным подсчетам, на это ушло бы, даже если у нас все бы было готово, все библиотеки готовы, это заняло бы у нас, ну, часа два, опять же, если быстро работать. А сейчас я покажу свой алгоритм, что бы я сделал. И что я сделал, чтобы получить все это в 50 раз быстрее. Вот наша болванка. Ну, материалы это второстепенно, тем не менее, давайте назначим материалы. Я из библиотеки возьму алюминий, назначу его на поверхность, перейду в цвет, и цвет поставлю темный, черный. Все. Больше править материал мне не нужно, потому что он полностью настроен. В библиотеках Twinmotion очень хорошие материалы. Далее сюда брошу дерево, стекло, труба у нас кирпичная, ну и какая-то плитка у нас вот здесь. И теперь вместо того, чтобы создавать окружение, я использую HDRI-карту в специальном режиме. Конечно, нужно перейти в медиа и создать кадр. Кадр у меня уже создан, то есть я настроил ракурс. Перехожу к настройкам кадра. Здесь меня интересует первая группа Environment. Опускаюсь вниз и ищу окружение с помощью HDRI-карты. Вот оно. Включаю. Здесь стоит режим SkyDome. Это только небо. А для создания полного окружения я выбираю следующий режим Backdrop HDRI. И у нас загружается базовая карта. Мы можем ее вращать, тем самым получать разные ракурсы. Сейчас все произошло достаточно удачно, и мне не нужно настраивать перспективу, растягивать или сжимать карту. Тем не менее, часто приходится с этим работать. И эти настройки располагаются вот здесь, в свитке ниже. Их достаточно много, и на курсе мы подробно разбираемся, как с этим работать, потому что карту тягать приходится. Тем не менее, у нас есть множество карт, которые уже поставляются вместе с Twinmotion. Перейдем в библиотеку. Go to Library. У нас открывается специальный раздел с подходящими для наших задач картами. Здесь их очень много, как видите. Но давайте я использую ту, которую использовал. Достаточно просто перетянуть ее во Viewport, и она размещается. Как видите, здесь уже немножко у нас все не идеально. То есть перспектива искажена. Тем не менее, понимая, как работает этот инструмент, мы легко можем настроить все и привести к нужному виду. И по сути, 90% нашей работы уже сделано. Можно создать несколько ракурсов с разными бэкграундами. Так, во-первых, я сохраню этот. Далее переходим, делаем дубликат. И еще один дубликат. Заходим сюда. Вращаемся. Неплохой кадр. Сохраняемся. И дальше. Вот это то, что было в нашем примере. Следующий пункт в алгоритме это рендеринг. Ускоренный рендеринг. В Twinmotion мы можем делать честный просчет, то есть Path Trace, как мы привыкли. Вот нажимаем сюда, а у нас пошел просчет. Но для того, чтобы отрендерить большое количество кадров и потратить на это буквально несколько секунд, мы рендерим в режиме Lumen. Переходим в настройки кадра. И вот здесь в режимах выбираем Lumen. Он у меня уже выбран. Это вот такие треугольнички. На выходе качество будет менее реалистичное, но рендер будет гораздо-гораздо быстрее. И если учесть то, что впоследствии мы применяем нейросети для постобработки и получаем полный фотореализм, то такой подход, на мой взгляд, более интересный и прикольный. Только перед рендером я, наверное, все-таки понижу экспозицию. Слишком яркая карта. Вот где-то в районе трех поставлю. И все, что нам остается сделать, это нажать экспорт, перейти в изображение. Во-первых, выбрать нужное количество. Я сейчас выберу все. Старт экспорт. Указываем место сохранения. И ждем. Можем включить статистику. И увидеть, что в среднем время рендера 11 секунд на кадр. Так, вот такой у нас получился предварительный вариант. Не надо смотреть, что здесь что-то растянуто. Впоследствии нейросети все у нас поправят. Я еще хотел посадить деревья на передний план. Это добавит реализма и это улучшит в целом нашу картинку. И делается это очень быстро. Давайте вернемся. Перейдем в библиотеку. Выберем. Так, хвойное дерево. Давайте вот сюда. Можно поменять его возраст. Но нет. Короче, вот этот возраст. Хорош. Немножко... Ой, не туда. Немножко пусть дерево закрывает крышу. Это будет добавлять объема изображению. Окей. И что-нибудь еще. Можно посадить. Как-то так. Ну и в целом нужно подобрать то дерево, которое вам нравится, и отрендерить заново изображение. Что ж, вот такие варианты у меня остались. На них и сосредоточимся. Что касается нейросетей, здесь всех секретов я вам раскрывать не буду. На курсе мы про нейросети говорим подробно. И нам понадобится буквально одна-две. Но можете попробовать разобраться со Stable Diffusion. Он выполняет, в принципе, те же самые задачи. Сейчас я вам покажу, как нейросеть буквально за 15 секунд изменила картинку. Итак, вот что у нас было. Вот после обработки нейросетей. Сейчас при переключении обращайте внимание на детали, скажем. На вот этот домик, или на текстуры, или на качество деревьев, или на качество окружения. Или даже на траву на переднем плане. Было. Стало. Было. Стало. На мой взгляд, круто. И причем мы не прикладывали практически никаких сил. И другой вариант. Было. Стало. Было. Стало. Качество улучшается просто в разы. Причем можно даже увеличить разрешение изображения в пикселях. Единственное, конечно, нейросеть может путать. Вот смотрите, у нас на исходнике, на темно-темно-коричневый фасад светит яркое солнце. И получается, он вот так желтит. А нейросеть подумала, что это дерево и заменила. Но никто не мешает нам в фотошопе смешать два этих изображения. То есть, условно говоря, положить маску и здесь вернуть нужную текстуру. Или если труба не нравится, вернем старый кирпич. То есть, в своем арсенале нужно иметь все. И уметь работать старыми способами. И следить за тенденциями. И работать новыми способами. И совмещая эти скиллы, вы будете получать наилучший результат за максимально короткий промежуток времени. Что ж, вот такой способ. Применяйте. Я думаю, что он кому-то пригодится. И я напоминаю, что сейчас у нас запускается новый курс по Twinmotion. И кто хочет научиться быстро создавать крутые визуализации, анимационные ролики, презентации, панорамы 360 и еще кучу всего, приглашаю на наш курс. Ссылка есть в описании. Переходите, интересуйтесь, записывайтесь. А с вами был Алексей Меркулов. Большое спасибо за внимание и до новых встреч.